Девушки отдыхают Но свадьба не состоялась, так как ребенок Олеси приготовил для своей мамы сюрприз Он изрисовал ее выездные документы Олеси считает, что в случившемся виноват бывший муж Неоднократно я начал замечать, что моя жена заплаканная, растерянная В общем, я поинтересовался, в чем дело, а жена говорит, что Гриша ко мне пристает Григорий Улеська одолжил деньги своему брату для покупки квартиры Потом попросился в этой квартире пожить Его кормили, поили полгода, и за это он не спрашивал долг А вот когда его все-таки выселили, он пошел в суд Но вы когда бумажки подписываете, читайте сначала даже Не читайте то, что написано крупным шрифтом Читайте, что мелким, вот мелким Вот, читайте мелким шрифтом Супружеская пара выбрала суррогатную мать, а она разбила их семью Отец ребенка женился на ней, потом пожалел об этом, но было уже поздно Он автоматически был записан овцом ребенка, и суррогатная мать теперь имеет все юридические права Оставайтесь с нами Истец Олеся Незваного требует с бывшего мужа компенсацию материального ущерба в размере 230 тысяч рублей Ответчик Олег Илюшин иск не признает Здравствуйте, Ваша честь Я требую денежную компенсацию от своего бывшего мужа в размере 230 тысяч рублей В связи с тем, что в его квартире были испорчены мои документы Так как виза и загранпаспорт В связи с чем я не смогла улететь в Англию Документы были испорчены нашим ребенком В этот день я приехала к бывшего мужа, оставила чемодан Так как я уезжать должна была от него Ночью я приехала, забрала чемодан и поехала в аэропорт Там я увидела следующую ситуацию Мои документы были испорчены красным маркером Там было нарисовано и написано то, что я должна была привезти своему сыну в подарок из Англии А также зайчики, две футболки с надписями, белый большой мишка и так далее О зайчиках и мишках было не только написано, но и нарисовано Понимаете, еще на моей фотографии было нарисовано сердце, а под сердцем кровь Я когда это увидела, я чуть в обморок не упала Сослуживца аэропорта подавно, именно поэтому я и не улетела в Англию Вот, пожалуйста, документы испорчены Ваш ущерб, вот эти 230 тысяч рублей, это покрытие тех расходов, которые были связаны с поездкой? Билет, да, и на визу, как бы это 30 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на основании того, что я потратила на свадьбу, так как я в Англию улетала на свою собственную свадьбу А, то есть это те расходы, которые вы понесли по наряду невесты, если я правильно понимаю? Да, наряду невесты, да, вот есть, пожалуйста, чек, мое свадебное платье составило 18 тысяч рублей, смета на свадебные расходы, здесь вот все документы есть По крайней мере, мне кажется, то, что мой бывший муж, он хотя бы был свидетелем того, что ребенок испортил мои документы Я не говорю, я спал, я даже вообще ничего не слышал Отличка, 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 если я вас правильно поняла, то вы запланировали свою поездку, как вы утверждаете, на вашу свадьбу, без ребенка Да, без ребенка Вы планировали оставить ребенка вместе с бывшим супругом? Ну, мы развелись, да, и на основании суда, да, ребенок остался вместе с бывшим мужем Понятно, то есть место жительства ребенка определено совместно с папой Да, 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 суд нам определил просто, вот, каждую субботу, каждую субботу моя бывшая супруга, бизнес-леди так называемая, она с нашим сыном сидит И ребенок уже к этому привык, можно я вообще все сейчас объясню здесь? Вот смотрите, у нас, она улетала как бы в Лондон к своему жениху, я не знаю, там в Англию, на ПМЖ Ну, ребенка же нельзя бросать, она тоже мать, и она должна как бы право, да, чувствовать за собой, то, что она мать и должна с ребенком находиться Суд определил, что каждую субботу она должна являться и сидеть с ребенком И ребенок уже к этому привык Нет, ответчик, ответчик, не должна, а имеет право Ну, имеет право, да Это существенно, потому что если вы рассматриваете, что должна, то истец имеет право Да В эту субботу, вот тогда, когда она к нам пришла, она должна была сидеть с Алешкой, ему 6 лет, он маленький Алешка уже привык к этому, к ее визитам субботним, то, что он всегда вставал утром, зубы чистил, там, ну, уже готовился, да, то есть к встрече с мамой, так называемой мамой Да ладно, всегда, все, спокойно, вот А в этот день он встал, то есть целый день, я вижу, он неспокоен, мамы нет и нет, нет и нет То есть время 9 часов вечера, вот в 9, как раз где-то полдесятого, она заявилась, и то она не заявилась для того, чтобы с ребенком посидеть Она бросила просто свой чемодан, вот, и улетела прощаться с родными и близкими То есть на сына наплевать, вот видите, да, как, грубо говоря, на сына наплевать, я ушла и все Я сынишке объясняю то, что Алеш, мама придет, кое-как его успокаивал, говорю, ложись спать, вот, он ни в какую То есть 9, 10 часов, 11, 12, в 12 часов я ему сказал последний раз, потому что уже сам просто вырубался, я сидел, смотрел телевизор Чемодан стоял, да, вот здесь вот рядом Вот именно эта однокомнатная квартира, как ребенок мог достать мои документы, которые находились на дне чемодана Это, смотрите, он по мере того должен был открыть чемодан, должен был выгрузить половину вещей из этого чемодана Должен был достать документы, должен был там написать И, по крайней мере, он должен был это все еще упаковать, потому что я пришла и забрала упакованный чемодан И даже не заподозрила то, что там в нем кто-то рылся Но ты хочешь сказать, что это... Как ты мог уснуть и не мог слышать? Это маленькая квартира, маленькая Вот, в этой маленькой комнатушке, кровать, где спит Алеша, рядом твое кресло, где ты спишь, буквально в двух шагах лежал мой чемодан Как ты не мог услышать? Вы послушайте меня, вот я не знаю, что она лепит Вот смотрите, чемодан... И отличик, 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 выражение, пожалуйста Хорошо, понял Просто чемодан вот стоял, да, рядом, я смотрел телевизор, но я ждал, что она придет, но ее нет и нет, нет и нет Она ночью... А перед этим я просто сыну сказал, я говорю, Алеш, ты маме напиши, что тебе надо привезти Но он, я помню, там фотоаппарат нужен был, там зайчик, две маечки с надписями Он это все хотел, чтобы за границей ему мама привезла Но я ему не сказал, где написать, я ему сказал, Алеш, ты напиши в блокноте Ну, ребенку же 6 лет, ему не объяснишь, что паспорт это не блокнот, правильно? И он, может быть, я просто не видел, он, может быть, колдовал над чемоданом над этим, достал ее там документы и написал Но мне, этому взрослому человеку, зачем это все делать? Олег, у тебя был мотив, у тебя по-любому был мотив, понимаете? Мужчины, они как собственники по натуре Ты хочешь сказать, что я тебе назло что-то сделал? Да, ты сделал мне назло Мужчины, они собственники по натуре Ты не хотел, чтобы я летела в Англию, не хотел А я тогда летела на свою собственную свадьбу И какая теперь у меня репутация перед своим будущим мужем Приехала на свадьбу вся родня Люди многие приехали не только из Англии, они из Америки еще прилетели А невеста, как торжество, на которое все должны были прийти посмотреть, не явилась А вы планировали, если бы вы попали на свадьбу, вы планировали там остаться в Англии? Вы не планировали возвращаться в Англию? Так собралась она на ПМЖ Подождите, ответчик Я была намерена уехать в Англию на постоянное место жительства Но приезжать хотя бы, не знаю, хотя бы раз в 2-3 месяца к своему сыну 2-3 месяца? Так он со скуки помрет? У него же должна быть мама, правильно? Ты же должна являться вообще каждую структуру Ответчик, ответчик, скажите, пожалуйста, в момент расторжения брака Когда выносилось решение об определении места жительства ребенка Был спор между вами? Или ваша бывшая супруга сразу дала согласие, что ребенок будет жить с вами? Да, она сразу дала согласие? Нет, был спор Ты у меня ребенка просто выдирал зубами Ты просто хотел, чтобы он остался именно у тебя Неужели я бы с тобой его в Англию отпустил бы? Отпустил бы Так, Андрей, у вас есть решение суда? Мне свидетельство о расторжении брака и решение... Оставайтесь на месте, пожалуйста Свидетельство о расторжении брака и решение суда по определению места жительства ребенка Свидетельство о рождении нужно? Да, да Так, значит, 30... И, пожалуйста, у истца Значит, 30 тысяч рублей это билеты А скажите, пожалуйста, истец, а что, ваш будущий жених вам не прислал деньги на покрытие этих расходов? Ну, понимаете, просто... Вы самостоятельно несли все расходы? Да она бедняка там, по-моему, вообще нашла какого-то Подождите, ответчик, ответчик, ну, ответчик Понимаете, мы просто решили, как бы, нашу свадьбу разделить на пополам Именно, как бы, моя половина состояла из 200 тысяч рублей И в эту сумму входило мое свадебное платье Что это за свадьба за 200 тысяч рублей в Лондоне? Вот я не могу вот этого понять Ну, давайте сейчас говорим, ответчик, про платье А, про платье Так... Я же молчу про наше свадьбу Хочу зайчика, мешку и футболку с надписями Фотоаппарат там еще думаешь Хочу ослика, блокнот и фотоаппарат Сколько ребенку лет? Шесть Шесть, ну, удивительно, грамотный ребенок, какой молодец Не, ну, растет хорошим мужиком Как будто бы под диктовку даже что-то там писали И сердечко Ты же сама его научила рисовать Подождите, ответчик И сердечко нарисованное Ну да О любви, да, я правильно понимаю? Значит, вы утверждаете, что это ответчик Что? Вы считаете, что ответчик сам открыл чемодан Нашел паспорт и уговорил ребенку вот это все написать Знаете, ну, я не утверждаю Но я также и не исключаю, что он мог это сделать Нет, естественно, а зачем? Вот я просто хочу понять, почему Потому что, ну, хорошо, ну, вот случилось Вы обратитесь в посольство Великобритании Ваш жених еще раз, так сказать, там Пришлет обоснованное приглашение Вам, ну, наверное, учитывая там свадебное торжество Вам побыстрее оформят новый паспорт Выдадут визу, и вы улетите Вот смысл того, что делает ответчик, он какой? Месяц позже, месяц раньше Какая тебе разница? Срава полетишь к своему этому Какая мне разница? К бедняку к этому Ответчик, ответчик, ответчик Так, суд удаляется для принятия решения Далее в программе Неоднократно я начал замечать, что моя жена заплаканная, растерянная В общем, я поинтересовался, в чем дело А жена говорит, что Гриша ко мне пристает Если дал кому-то в долг деньги, то можешь спокойно приехать и поселиться у этого человека Так, наверное, думал Григорий Улеська Он дал взаймы брату, потом въехал к нему в квартиру и жил за его счет полгода Ну вы когда бумажки подписываете, читайте сначала даже, не читайте то, что написано крупным шрифтом Читайте что-то мелким, мелким, вот мелким Вот, читайте мелким шрифтом Мужчина развелся с первой супругой и женился на суррогатной матери, которая вынашивала его ребенка Спустя два месяца после свадьбы, он понял, что совершил ошибку, но пути обратно уже нет Оставайтесь с нами А теперь вернемся в зал суда Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям Рассмотрев все представленные документы, в иске о возмещении материального вреда, причиненного истицией ее малолетним сыном, суд считает необходимым отказать По общему правилу возмещения вреда, ответчик По общему правилу возмещения вреда, ответственный за вред, причиненный несовершеннолетними, недостигшими 14 лет, а именно малолетними, несут их родители, усыновители или опекуны В соответствии с правилами части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации В данном случае суд не удовлетворяет заявленные исковые требования матери, потому что вред причинен ее же собственным сыном Умысла со стороны отца на подстрекательство ребенка к порче документов матери судом не установлено Истец не могла представить суду соответствующих и достаточно веских доказательств, которые бы подтверждали ее утверждение Суд хотел бы разъяснить Истцу, что раздельное проживание с ребенком матери не освобождает ее от участия в воспитании сына И не ограничивается обязанностью по его материальному содержанию В данном случае каждый из раздельно проживающих родителей обязан принимать активного участия в воспитании ребенка Также проживание матери в другой стране не освобождает ее от гражданской правовой ответственности за действия сына перед любыми Третьими лицами, в том числе и при причинении вреда Истец, вам необходимо это помнить, что у нас раздельно проживающие родители в любом случае до достижения ребенка в 14 лет Несут ответственность за вред, который ребенок прочинил и отвечают за поведение, за которое они непосредственно То есть у нас закон предусматривает, что за поведение ребенка до 14 лет отвечают в полном объеме родители Вне зависимости от того, что состоят они в зарегистрированном браке или проживают раздельно В данном случае суд посчитал, что ваши утверждения в подвигательстве ответчика остались вашими утверждениями Суд не находит, что именно такие действия ответчикам были совершены По этим основаниям суд отказывает в удовлетворении заявленных вам исковых требований Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто Решение суда. В иске отказать Я все равно еду в Лондон, просто очень обидно за документы испорченные Было очень так сложно получить, ведь я ехала не гулять, а на свадьбу В общем пусть она куда хочет туда и едет, а я сделаю так, чтобы ребенок еще остался со мной И она его больше вообще не увидит А теперь вернемся в зал суда Истец Григорий Улесько требует вернуть деньги по долговой расписке Ответчики Дмитрий и Марина Улесько с иском не согласны И долг возвращать в ближайшее время отказываются Вот братишка мой, Димка, родненький, роднее него у меня никого не было Вот Дело в том, не думал я, что придется с ним и в суде встретиться Но дело все в том, что как бы женился мой брат раньше меня Вот Ну так получилось, что родители как бы сыграли свадьбу, как положено Купили однокомнатную квартиру А мне то, ну ничего, как бы еще пока не женился, еще рано тебе Вот, как бы Жили они тоже хорошо, как бы Ни скандалов, ничего не было Вот, потом у них родился сын Ну и естественно они решили расширяться Как бы однокомнатная квартира, места мало Вот, ну денег на расширение как бы Ну не хватило у них Грубо говоря, немного, небольшая сумма Всего лишь 200 тысяч рублей Ну и решили они занять у меня эту сумму Ну в итоге составили мы расписку Все как положено То есть обещались они вернуть деньги по первому моему требованию Вот Ну и все как бы у нас было хорошо Я жил, остался жить с отцом Потом отец привел новую жену со своими родственниками Ну отношения у меня не заладились с мачехой То есть я стал там чужим, грубо говоря То есть не нужен уже Вот, попросился я у брата как бы пожить у них Небольшое время То есть как бы квартира большая, места много То есть я думаю, нормально все будет Вот Я переехал к ним, они согласились меня пустить ненадолго Ненадолго? Ну я и недолго, я несколько месяцев буквально там Вот После чего как бы все даже хорошо То есть Димке даже нравилось, что я к ним переехал Все-таки брат И как бы вдвоем проще мы и ремонт с ним сделали То есть я помогал, то он лампочки менял, то я То есть все у нас шло как бы хорошо До поры до времени как бы После чего как бы ни с того ни с сего Димка смотрит зверем на меня Не пойму, ничего не говорит, молчит Не разговаривает И в один прекрасный момент я прихожу домой А Маринка, жена вот его Выставила, указывает мне на дверь Выставила все мои вещи в коридор Поменяли замок, пока меня не было На работе я был То есть вот так вот Ну и как бы это не по-человечески получается Не по-братски, я же все-таки брат А меня, грубо говоря, выставили Так, истец, я не поняла Вы сейчас просите вернуть долг Потому что вас попросили уехать из этой квартиры? Да, совершенно так А если бы вас не попросили, вы бы не требовали возврата долга? Ну то есть как бы у меня такое положение получается Мне сейчас жить негде Мне надо на что-то снимать квартиру соответственно Правильно? Да, расписку через судебного пристава передайте, пожалуйста Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю Ваша честь Значит, иск мы не признаем На словах у нас была договоренность с братом о том, что На год Деньги мы берем на год Там не указано Срок еще не истек, то есть год не прошел А брат требует деньги уже Да, потому что расписка так составлена Вы же подписали оба эту расписку, правильно? Она без срока, мы подписали, но вы понимаете, что у нас По-первыхому нет, 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 нет Это имеет очень существенное значение По первому требованию, это значит по первому требованию То есть тот момент, когда естественно потребуют деньги Если люди договариваются о том, что они берут в долг на какой-то определенный срок Этот срок обязательно указывается Вы понимаете, что произошла такая ситуация, когда брат повел себя непорядочно Неоднократно я начал замечать, что моя жена заплаканная, растерянная Не хочет со мной общаться В общем, я поинтересовался, в чем дело А жена говорит, что Гриша ко мне пристает Пока тебя нету Пытается, говорит Дима пока нету, давай займемся сексом Отвечка, ответка, ответка, но вы считаете, что это что? Основание, чтобы не возвращать долг? Вы понимаете, что основание заключается в том, что я, может быть, его бы и не выселял Если бы он себя повел порядочно по отношению к нам Мы не отказываемся от долга, то есть мы бы выплатили долг нормально Мы его и выплатим Кто я? Представал к Марине? Ваша честь, это все... Естественно, суд не будет это учитывать, потому что это не основание для того, чтобы, понимаете, не выполнять долговые обязательства Ваше честь, можно я объясню? Ну, ответить, привел свой аргумент, тот, который он считает необходимым привести Да, можно я теперь объясню? Да, пожалуйста Ну, в данном случае ситуация немножко другая Дело в том, что он попросил пожить у нас две недели, ну, максимум месяц Получилось так, что жил он у нас полгода Если бы мы его сейчас не выставили, он бы... Дети бы уже выросли, он до сих пор бы у нас жил Ваша честь, просто, понимаете, если бы он снимал в нашем районе квартиру Ну, я не знаю, вот мы посмотрели в газете, вот можем предъявить, да, в нашем районе это порядка десяти тысяч Ну, не дешевле стоит комната, то за полгода это было бы шестьдесят тысяч Ну, давайте из этой суммы вычтем эти шестьдесят тысяч Простите, пожалуйста, вы кому предлагаете, давайте? Ну, кому предлагаю? И Грише я это говорила Ну, пожалуйста, вы могли после этой расписки сделать, так сказать, написать другую расписку Что с учетом того, что средняя стоимость там квартиры, найма квартиры в нашем районе составляет десять тысяч Проживание полгода шестьдесят тысяч Он не хочет на это идти, понимаете? Итого сумма долга составила там двести тысяч Сумма долга составила сто сорок тысяч Да не сто сорок тысяч, потому что пока он жил у нас полгода, он ни разу не покупал продукты Он за полгода купил два раза, я не помню, кефиры, булочки или хлеб, что-то такое Давайте, вот, Гриш, можно еще эту сумму вычесть? Пожалуйста, я никак не могу понять, кого вы все время призываете за словом давайте Потому что он просит в данном случае деньги, я считаю, непорядочно То есть не в том, что он просит вернуть долг, мы вернем его А в том, что он сейчас просит его вернуть из-за того, что мы его выставили Ну поймите, у нас своя семья, я тоже не могу, у меня ребенок, у меня муж Они вечером сидят, пьют пиво, смотрят футбол, я одна на кухне Подождите, подождите, ответчик, а что бы изменилось, если бы, например, истец бы не жил у вас полгода Не пользовался вашими, так сказать, метрами, не питался совместно с вами Вот что бы изменилось, если бы, например, истец добровольно покинул вашу квартиру И поскольку расписка носит характер по первому требованию Вот у вас прожил бы две недели и сказал, верните мне долг, что бы изменилось? Он бы не сказал, дело в том, что когда он давал эти деньги Опять, простите, пожалуйста, ответчик, вы делаете некое предположение Это предположение Ваше предположение Хотя истец, я еще раз говорил, истец не скрывает того обстоятельства Что он вынужден обратиться за деньгами, поскольку он больше не может у вас проживать И вынужден искать себе квартиру для денег Ну это человеческий фактор просто Понятно, суд удаляется для принятия решения Далее в программе Ну вы когда бумажки подписываете, читайте сначала даже Не читайте то, что написано крупным шрифтом Читайте, что мелким, вот мелким Вот, читайте мелким шрифтом Супружеская пара выбрала суррогатную мать, а она разбила их семью Отец ребенка женился на ней, потом пожалел об этом, но было уже поздно Он автоматически был записан отцом ребенка И суррогатная мать теперь имеет все юридические права Оставайтесь с нами А теперь вернемся в зал суда Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования ИСЦА В изражении ответчиков по заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные доказательства Заявленные исковые требования удовлетворяет И выносит решение о взыскании с ответчиков в пользу ИСЦА Денежных средств в размере 200 тысяч рублей Суд удовлетворяет в полном объеме заявленные исковые требования И взыскивает с ответчиков в пользу ИСЦА Требуемую денежную сумму Потому что суду представлены необходимые доказательства Наличие долговых отношений А именно собственноручно написанная и подписанная ответчиками расписка О получении ими от ИСЦА денежных средств В данном случае указанная расписка Полностью соответствует требованиям Статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации И ответчиками написание указанной расписки Подлинность подписи в данном судебном заседании не оспаривались Сумма долга не может быть уменьшена Исходя из обстоятельств жизни ИСЦА и ответчика А также ранее достигнутых ими каких-либо устных договоренностей Договора аренды указанной комнаты Либо договора оказания услуг между ИСЦом и ответчиками Достигнуто не было и суду также не было представлено Из чего суд может сделать вывод о том, что предоставление жилья и питания Производилось ответчиками на безвозвездной основе Поскольку срок возврата денег в договоре займа А именно по долговой расписке сторонами не указан То ИСЦ имеет право в любой момент потребовать возврата указанной суммы долга Что ИСЦом было произведено В данном случае ответчики, к сожалению, не воспользовались такими Вашими правами, которые у вас были А именно попытаться, ну так сказать Ссылаясь на определенные аргументы Вашего материального обеспечения То есть необходимо было представить ваши расходы Ваш совокупный семейный доход Просить суд у рассрочки исполнения данного долгового обязательства И, ну, по крайней мере, мне так показалось Что ИСЦ, наверное, смог бы пойти вам навстречу И суд мог бы утвердить мировое соглашение О том, что указанная сумма долга Будет там определенными равными частями Погашаться в течение определенного времени К сожалению, ответчики Вы своим таким правом не воспользовались Вы просто очень жестко встали на ту аргументацию Что вот ИСЦ у вас жил Питался вместе с вами Поэтому вот он должен, исходя из каких-то Определенных родственных отношений Ну, будем так говорить своими словами Простить указанную сумму долга Исходя из совокупности изложенных обстоятельств По делу, суд считает, что у суда есть все основания Для того, чтобы удовлетворить заявленные исковые требования В полном объеме ИСЦ и ответчики Суд огласил свое решение А именно у возврата вами указанной суммы долга В размере 200 тысяч рублей Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Вот жил бы дальше с ребятами Так и не требовал бы с них никаких денег А так, извините Я выставил брата, так как думал, что он приставал к моей жене Ну что ж, придется с ним подробнее об этом поговорить А теперь вернемся в зал суда Истец Анна Фирсова Просит выделить ее ребенку алименты в размере 1,4 всех доходов отца И определить алименты на свое содержание до достижения ребенком 3 лет В сумме 10 тысяч рублей ежемесячно Ответчик Юрий Фирсов иск не признает Пожалуйста, истец обоснуйте ваши исковые требования Ваша честь Дело в том, что я требую алименты с мужем на содержание себя и ребенка Понимаете, в чем дело? Мы с ответчиком состоим в зарегистрированном браке Правда, в данный момент мы не живем вместе Просто дело в том, что Юра ушел к своей первой жене Такая ситуация какая-то сложилась непонятная мне Потому что у нас с ним общий ребенок полуторамесячный Он вдруг уходит к бывшей жене Я не понимаю, что происходит Мне фактически просто не на что жить и нечем кормить ребенка Он отказывается платить алименты Он отказывается просто хотя бы какие-то деньги давать И поэтому я вынуждена прибегнуть к таким мерам Добиться алиментов на содержание ребенка В размере одной четверти его доходов Я знаю, что его зарплата 52 тысячи рублей Соответственно, это 13 тысяч И 10 тысяч я прошу на содержание меня Как матери, которая воспитывает ребенка до достижения трехлетнего возраста Итого получается 23 тысячи Вот приходится этих денег требовать через суд Ессея, скажите, пожалуйста А ответчик не обращался к вам с просьбой, например Или с требованиями о расторжении брака? Ну, о расторжении брака он пробовал Да, даже суд был Но дело в том, что до достижения ребенка годового возраста Без вашего согласия брак не может быть расторжен Да, я не хочу разводиться с мужем Понимаете, я люблю его И у нас ребенок общий Я не понимаю Будьте добры, пожалуйста Мне необходимо свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении ребенка Конечно Через судебного пристава Передайте, пожалуйста Пожалуйста, ответчик Матери для нашего ребенка У меня взяли клетку И уже моей первой жены взяли клетку И подсадили ей эмбрион Который она вырастила За время беременности Ну, мы за ней ухаживали Каждый день мы виделись Общались между собой И я как-то проникся к Ане Ну, у меня случился такой какой-то роман с ней Вот И она сразу тут стала меня шантажировать Давить на меня о том, что Правильно, это твой ребенок и мой ребенок Вот И я поддался на ее вот эти все уговоры Развелся со своей первой женой И женился на ней Понимаете, ваша честь И сейчас При рождении этого ребенка Я официально уже Являюсь законным отцом этого ребенка Но она-то не является матерью этого ребенка Ваша честь Простите, пожалуйста В свидетельстве о рождении Кто указан мамой? В свидетельстве о рождении Ну, она в общем-то и мать Но она суррогатная мать Вы поймите У нас есть договор С ней заключенный О суррогатном материнстве Ваша честь Я вот тоже это не понимаю Она должна была отдать своего ребенка Ответчик не отдала? Нет, она не отдала Она стала этим самым шантажировать Меня и мою жену И получается так, что Она теперь требует элементов Но получается, что она не является матерью Этого ребенка Она не имеет на него юридических прав Подождите, пожалуйста Это у вас получается Вы знаете, все время Получается Это у вас только получается А у меня никак не получается У меня в свидетельстве о рождении Истец мама Вы отец Ваша честь Ну вот есть договор о суррогатном материнстве Простите Истец отказал Истец Истец И отказалась И отказалась от того гонорара Который указан в договоре Это ее право Читайте внимательно договор Ваша честь В договоре Когда мы составили договор Все было нормально Она хитростью и обманом Просто Хорошо, отвечу Если вы не хотите читать договор То я хотела бы вам разъяснить Что договор Конечно можно написать Так как хочется Вот не хочется так его написать Я его напишу Но дело в том, что Любой договор У суда Всегда есть право Толковать договор И договор Не может противоречить Действующему законодательству У нас действующее законодательство Предусматривает Возможность суррогатной мамы Отказаться от исполнения договора А именно отказаться От того, чтобы после рождения Отдать ребенка В этой ситуации Истец по ее желанию Становится юридической мамой Кроме того Вы же вступили в брак с истцом В том-то и дело, Ваша честь Вот я вообще не понимаю Зачем он тогда разводился с женой Женился на мне Я думала у нас уже будет семья Все жили на... Ваша честь, да не так все это было Это все делалось ради того Чтобы как-то ребенок Обредил какой-то определенный статус Чтобы не было вот этого вот Позорного состояния Суррогатный ребенок Понимаете? Не понимаю Ответчик Это сделано ради того, чтобы Была действительно Какая-то видимость Полноценной семьи Она воспользовалась Этой ситуацией Теперь все Подождите Подождите Ответчик Подождите Вы с Вашей супругой Целенаправленно Пошли на заключение договора Правильно 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 Но ведь моя супруга Первая моя бывшая жена Она тоже имеет юридические права На этого ребенка Потому что является биологической его матерью Ну Ответчик Ну это Ваше представление Ну я не... Я ничего не могу сделать Ну это Ваше представление Ваша честь Ну у нас правда была нормальная семья У нас есть Она сама на меня давила Говорит Правильно Правильно Я ношу твоего ребенка Поэтому мы должны быть вместе Я честно говоря Запутался в тот момент И поддался вот как-то на ее уговоры А теперь получается Что она не имея права на этого ребенка Еще требует с меня алименты И Приявляет права на ребенка Но ведь это же не честно Неправильно В свидетельстве о рождении Кто папой написан? Я написан папой Но это я говорю Что это просто получилось автоматически Никак Вот не понимаю Как так вот автоматически Я знаю следующее Что если суррогатная мама Отказывается от того Чтобы отдать ребенка Ребенок остается Она имеет право считаться его мамой Тогда его биологические родители Никакого отношения Как юридические не имеют Но случилось и случилось Так вот все бывает в жизни Вы указаны в свидетельстве о рождении Отцом ребенка А истец мамы ребенка В тот момент Когда вы с истцом Состояли в зарегистрированном браке Но ведь первая моя жена Так же имеет Определенные права Юридические права На этого ребенка Какие? Потому что является биологической Магией Какие? Сошлитесь мне На что-нибудь Сошлитесь мне На какой-нибудь документ Сошлитесь? Ну вот у меня есть договор Договора суррогатного Договора суррогатного Исполнять Она расторгла с вами Договор Не с вами А с вашей бывшей супругой Расторгла Она ничего не расторгла Она просто-напросто Договор приостановлен Она не собирается Получать вознаграждение По договору Она его расторгла Она отказалась Отдавать ребенка Бенни Взяла вознаграждение Она его расторгла Его нет договора Для того чтобы Шантажировать Шантажировать меня И всю эту ситуацию Перевернуть Срок на голову И вы исключительно Поддаваясь Шантажу Расторгли брат Со своей первой супругой И женились На СЦ Да не так Это было Он сам первый начал За мной ухаживать Ваша честь Все это Полное недоразумение Я В принципе Я запутался В этой ситуации И честно говоря Здесь есть тоже Моя доля Как бы сказать Ошибки В том что я женился Но я говорю что это Произошло абсолютно Ответчик Договор Через судебного пристава Передайся мне пожалуйста Ваша честь Разрешите пригласить свидетеля Это моя мама Она может подтвердить Что мы жили вместе Что ребенок у нас общий Что Ну хорошо И размер зарплаты Ну хорошо Я честно говоря Это не обсуждается У вас брак не расторгнут Да Юридически вы на сегодняшний день Муж и жена В свидетельстве О рождении ребенка Указаны Вы мамой Вы отцом Все Что вы хотите Ну давайте я послушаю Вашу маму Пригласите пожалуйста В зал свидетелей истца Свидетелей истца Пройдите Вот пришла с чемоданом с твоим Здравствуйте Ваша честь Марченко Зинаида Федоровна Это моя дочка Анечка Приехали из ЗАГСа Была свадьба Жили Каждый месяц Он приносил деньги 52 тысячи Отдавал Анечке Анечка показывал мне Я считал Вместе с ней Я врать не буду Я уже старый человек Мне уже стыдно Проходит какое-то время Да какое время Два месяца И то как я жил Я просто приходил Уходил Ваша честь пусть не обманывает Больше прошло Прожили Теперь он уходит Я не знаю К какой жене И это каждую ночь плачет Я пронесла его вещи Пусть он заберет Подождите Убирается И пусть нам выплатят алименты Истец Да какие алименты Ваша дочь и меня запутала И вас тоже Зинаида Федоровна Свидетель Во-первых брак не с вами расторгают Я хотела бы это пояснить Да Во-вторых ваша дочь Не согласна На расторжение брака А в-третьих Мы вообще не рассматриваем Расторжение брака Ваша дочь говорит Что она любит Ответчика И поэтому не дают Согласия на расторжение брака И что вы сейчас устраиваете здесь Не знаю Пусть забирает свои вещи Я хотела бы вам задать вопрос Вы знали о том Что вашей дочерью Был заключен Был заключен договор О суррогатном материнстве Какой суррогатный Вот видите Ваша честь Подождите Что это такое суррогатный И что он еще придумал Нет Он ничего не придумал Тут стоит подпись вашей дочери Где Какой Что Почему я не знаю Свидетель Ваша дочь не отрицает Этого обстоятельства Что она заключила Договор И она должна была Выступить суррогатной матерью Какой суррогатный Если они расписались Мама Успокойся пожалуйста Я тебе потом все расскажу Ваша честь Я не понимаю Объясните мне Я деревенская Простая женщина Да что Ваша дочь не является матерью Этого ребенка Почему я не знаю Ребенка Нет Ребенка Какая биологическая Ребенка Какая биологическая Ребенка Она не матерью Она не матерью Да он мне стал родной Это я люблю Как родной Это не обсуждается Я сейчас вашей маме Пытаюсь объяснить Ваша честь А кто же я тогда Это что чужой ребенок Что ли Юра объясни Конечно Это не ее ребенок Это ребенок моей первой жены И мой Ваша честь Полтора месяца Я его не хочу Шантажирует всех Ваша честь Это что, я остаюсь и без зятей, и без друга? Маму, попроси, пожалуйста. Ну вот, вы же сами чемодан принесли. Ну я принесла на развод. У них же официально, они расписались, они жили. Они жили на моей квартире. Нет, свидетель, 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 мы не рассматриваем расторжение брака. Вообще не рассматриваем. Истец, ваша дочь, не обращалась к тебе требования. Хорошо, ну все равно пусть забирает, он все равно живет. Все равно пусть забирает. Он пусть забирает свои вещи, не хочу я даже видеть его. Ей много раз предлагала расторгнуть брак, потому что, ну не муж и жена мы, ваша честь. И она и с этим пошла тоже в суд. Суд отказал от расторжения брака, потому что ребенку не было еще года. Да, конечно, истец имеет, правда, достижение ребенком в годы, если она не дает согласия. Брак не расторгнулся. Это делается в интересах защиты ребенка исключительно. Так она бы отдала в интересах защиты ребенка, отдала этого ребенка настоящим его родителям. И жила бы себе спокойно. Ответчик, ну ответчик, ну вы когда бумажки подписываете, ну вы когда бумажки подписываете, читайте сначала даже, не читайте то, что написано крупным шрифтом. Читайте что-то мелким, мелким, вот мелким. Ну, побери в следующий раз. Читайте мелким шрифтом, потом переворачивайте на другую сторону, и там читайте. Сторожно побери. Ну я думал, что мы обо всем договорились. И изначально все было хорошо и гладко. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьей. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также опросив свидетелей со стороны ИСА и рассмотрев все представленные документы, заявленные исковые требования, суд считает необходимым удовлетворить. И взыскивается ответчика в пользу истицы на содержание несовершеннолетнего ребенка алименты в размере 1,4 всех видов заработка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Суд взыскивается ответчика алименты на содержание истицы в однократном размере минимальной оплаты труда ежемесячно до достижения ребенком 3 лет. Суд взыскивается ответчика алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, отцом которого он является, потому что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Суд разъясняет, что независимо от способа зачатия отцом ребенка, рожденного в браке, признается супруг матери. Отцовство супруга матери удовлетворяется записью об их браке в соответствии с правилами части 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ. Размер алиментов суд определил в соответствии с правилами части 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ, а именно 1 четвертая часть заработка или иного любого другого дохода. Суд взыскивает алименты с ответчика на содержание истицы, потому что жена в течение трех лет со дня рождения ребенка общего имеет право на получение алиментов на свое содержание. Суд разъясняет, что суррогатная мать, не передав ребенка лицам, эмбрион которых ей был имплантирован, признается его юридической матерью в соответствии с правилами части 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ. Ответчик, зарегистрировав брак суррогатной матерью еще до рождения ребенка, стал не только кровным, но и юридическим отцом ребенка. Таким образом, ребенок является их юридически общим ребенком. Размер алиментов на содержание жены суд устанавливает в твердой денежной сумме, а именно в однократном размере минимальной оплаты труда ездит месячно, исходя из материального положения супруга. Понятно, ответчик? Понятно. Понятно, ответчик. Итак, если суд удовлетворил заявленные вами исковые требования, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я нормальная мать. Не важно, суррогатная или нет. У меня муж официальный, ребенок официальный, теперь и алименты официальные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова